Публикация в ходе пятничных торгов довольно сильных показателей по индексу потребительского доверия и условиям деловой среды в Германии, привычивших прежние значения и прогнозы экономистов, оказала неплохую поддержку единой европейской валюте. Курс пары использовал полученный импульс для тестирования сильного уровня сопротивления 1,30, удерживающего евро в двухнедельном боковом диапазоне. Однако жесткий отпор продавцов в этот раз отбросил пару от верхней границы диапазона. Участники торгов принялись продавать единую валюту на фоне заявлений члена Управляющего Совета Европейского Центрального Банка Эвальда Навотный. В своем выступлении он подтвердил, что экономический рост еврозоны в текущем году окажется медленнее, чем прогнозировалось ранее, а также призвал не сворачивать текущую монетарную политику ЕЦБ и продолжать стимулирующие финансовые вливания в экономику региона, используя проведение валютных интервенций. Рынок отреагировал соответственно, и курс пары вновь оказался на минимальных дневных уровнях. Снижение активности на исходе недельных торгов позволило быкам восстановить часть потерь и завершить день на отметке 1,2929. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение подъема пары к целевым уровням 1,2942, 1,2956 и, возможно, к 1,30. Пробой минимального уровня пятницы 1,2904 реализует фигуру головоплечья на часовом графике. В этом случае ожидаем возобновления снижения пары в новом цикле нисходящего движения. Целями снижения станут уровни 1,2874, 1,2842, 1,2821 и 1,28.